Здравствуйте! На телеканале Обнинск ТВ новости в студии Дарья Человекова. Ильхам Нигматуллин. Вот главные темы сегодняшнего выпуска. Финита ля комедия. Аукцион, где покупали пассажирские маршруты, показал несостоятельность такого подхода к решению важнейшей городской проблемы. Общее значит ничьё. В 24 обнинских домах будут отремонтированы лифты. Удастся ли уберечь их от навязчивой рекламы? И теперь подробно об этих и других новостях нашего города и региона. На днях мы уже сообщали о том, что обнинцы вскоре будут получать реальную отдачу своих перечислений в Калужский региональный фонд капитального ремонта. Принято решение о том, что на эти деньги за оставшиеся летние месяцы будет отремонтировано лифтовое оборудование в 24 домах Наукограда. В этом списке жильё на проспекте Маркса, улицах Курчатова, Энгельса, Звёздной, Аксёнова. Вчера представители фонда капитального ремонта и компании «Руслифт Обнинск» собрали жильцов в городской администрации, чтобы обсудить режим проведения ремонтных работ. Однако на этой встрече выяснились и некоторые сопутствующие проблемы. Замена 80 лифтов в 24 многоквартирных домах начнётся со дня на день. И сроки определены жёсткие. До конца августа закончить все работы. Работу предполагается на 8-9-этажных домах провести в течение месяца. Будем стараться, если разрешите, допоздна работать пораньше, потому что 8-9-этажных, понимаем, что тяжело будет ходить. Жителям домов большей этажности повезло больше. У них лифты будут отключать по очереди. Но чтобы выполнить весь объём работ в срок, подрядчик уже сегодня обратился к людям с просьбой разрешить работу вечерами и по выходным дням. Увеличение работы по будням, ну я думаю, где-то после, если за 7 часов выходить, за 7 часов вечера, часа на 2, на 3, но, естественно, стараться минимальный шум. И, да, ну где-то так. И по воскресенью, в том числе суббота, с 9 до 16 и воскресенья хотя бы на полдня. Потерпеть, если надо, люди согласны. Главное, чтобы сделали всё хорошо и в максимально короткие сроки. В свою очередь, подрядчик обещал все шумные работы проводить в дневное время, когда большинство жильцов на работе. Принесёт неудобства эта установка дверей шахты, потому что они будут расставлены, как бы, ну это в течение, я думаю, недели-полутора максимума. Остальное вы монтажников видеть не будете, у них будет работа шахта. Однако людей больше беспокоила не столько сама замена лифта, сколько сохранение нового лифтового оборудования. Рекламные щиты, которые сегодня установлены практически во всех лифтах, уродуют стены, считают горожане. Размещение рекламы на общедомовом имуществе, коим лифтом является, возможно только по решению общего собрания собственника. Если такое решение отсутствует, то никто не имеет права размещать на вашем лифте, в подъездах, на стенах какую-либо рекламу. Мы обходили специально, спросили весь дом, кто подписывал договор. Никто не подписывал. Это, наверное, взаимоотношение управляющей компании и компании «Крылья». Но я единственное, с своей стороны, предложил «Крыльям», чтобы потом это не дырявилось, ничего там не крепилось. Если есть у них такая возможность, цивильные какие-то рамки, мы монтажникам готовы сказать, чтобы они это вмонтировали таким образом, чтобы это было реально цивильно, а не как сейчас происходит. По закону, эти рекламные доски должны появиться только с согласия жильцов, но на деле никто у них разрешения не спрашивал. А реклама в лифте появилась не без участия управляющей компании, и кто-то получил от этого бизнеса неплохую прибыль. Так что, скорее всего, рекламные счеты переспокойно перекочуют из старых лифтов в новые. Жильцы, конечно, могут добиться, чтобы эти доски сняли. Только вот дыры все равно останутся, а за капитальный ремонт опять придется платить тем, кто живет в доме. Людям, которые не имеют никакой выгоды от размещенной в лифтах рекламы. Евгения Власек, Максим Сечко, телекомпания Угнинск ТВ. Более тысячи человек уже освобождены из мест заключения в Калужской области по амнистии, объявленной к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. А всего должны быть амнистированы более 1770 отбывающих наказаний на территории нашего региона. Из них 490 в исправительных колониях, 44 содержатся в следственном изоляторе. 1 236 состоят на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. Освобождаются женщины и одинокие мужчины, у которых имеются несовершеннолетние дети или дети-инвалиды. Под амнистию попали несовершеннолетние правонарушители. Беременные женщины, мужчины старше 55 лет и женщины старше 50. Больные активной формой туберкулеза, онкологическим изоболеванием 3-4 степени. Амнистия будет действовать до 24 октября 2015 года. И теперь о тех, кому, возможно, в скором времени придется отбывать наказание. Преступлений в Обнинске по-прежнему совершается немало, и прошедшие сутки не стали исключением. В районе 11.00 с улицы Звездной в городе полиции доставили молодого человека, который торговал фильтрами для очистки воды. При детальном разбирательстве выяснилось, что у него договоры оформлены на одну ферму, а доверенность на предоставление интересов на другую. Сам мужчина родом из Чебоксар, ранее судим за мошенничество, проживал в Москве, а сейчас подрабатывает в Обнинске. Ведется следствие. Вечером 6 июля в 19.20 в торговом центре «Жемчужина» произошла кража сотового телефона. По окончании рабочего дня продавец отдела с детскими товарами решила переобуть смену обувь. И, видимо, так увлеклась процессом, что не заметила, как в зал вошел неизвестный, который украл ее телефон с рабочего стола. Ущерб составил 6500 рублей. В 14.00 произошло ДТП на пересечении улиц Ленина и Красных Зорь. Пассажирская «Газель» по маршруту номер 13 не пропустила автомобиль «Тойота» по главной. Водители и пассажиры маршрутки не пострадали. От сильного столкновения больше всего досталось внедорожнику, который получил механические повреждения бампера. Движение на данном участке дороги было сильно затруднено. И снова о краже велосипедов. На улице Курчатова, 19, с площадки, находившейся между первым и вторым этажом, украли пристегнутый к батарее двухколесный транспорт. Сам владелец живет на шестом этаже. Вечером в 19.05 он пристегивает велосипед, а на следующее утро около 11.10 на месте его уже не было. По словам мужчины, это уже кража третьего велосипеда. Сумма ущерба устанавливается. Следующая кража произошла на улице Курчатова, 30. Из подсобного помещения общего пользования, который находится на первом этаже, украли детский велосипед. Что интересно, замки двери не были повреждены. И в помещении находились другие велосипеды и детские коляски. Двухколесный транспорт был куплен в 2014 году. Сумма ущерба составила 2700 рублей. В 16.30 в отделении полиции был доставлен молодой человек с проспекта Ленина, 146, который был задержан в попытке кражи бутылки вина. Парень из города Обнинска, 1988 года рождения, ранее уже привлекался к уголовной ответственности, был судим за кражу. Молодой человек сознался в содеянном, сказал, что денег на покупку спиртного у него действительно не было. На данный момент ведется следствие. Около 18.00 также с проспекта Ленина, 65, в отделении были доставлены двое мужчин, которые выстроили стрельбу со своего балкона из пневматического оружия. Мужчины не нашли ничего лучше, как устроить тир, не выходя из дома. Стреляли по монетам и бутылкам, что привлекло внимание бдительных соседей граждан Обнинска. Хорошо, что мишени мужчин не стали случайные прохожие и животные. До единого осеннего дня голосования в России остается еще больше двух месяцев, но предвыборная кампания в Калужской области набирает обороты. Завтра в Малой Росславце пройдет семинар для работников СМИ. Тема – информационное обеспечение выборов губернатора, депутатов законодательного собрания и депутатов представительных органов местного самоуправления. Организатором этой встречи стал областной избирком. А сегодня в Калуге состоялось очередное заседание избирательной комиссии, которое заверило список кандидатов в политической партии «Патриоты России» на выборы в законодательное собрание области по единому избирательному округу. Ранее кандидатами стали временно исполняющие обязанности губернатора Анатолий Артамонов, зампредкомитета регионального отделения «Патриотов России» Евгений Невежин, депутат Госдумы от ЛДПР Вадим Деньгин, депутат ЗАГСобрания от фракции КПРФ Николай Яшкин и представитель казачьей партии Российской Федерации Юрий Жуков. 18 лотов на предоставление правом маршрутных пассажирских перевозок были выставлены Обнинской городской администрации на аукцион в начале лета. Но лишь пять из них тогда удалось распределить. А вот теперь процедура опять затягивается. Условия для выбора перевозчиков изменили поправки, внесенные в Гражданский кодекс в июне. О том, как в будущем в Обнинске станут выбирать пассажироперевозчиков, рассказал в своей недавней пресс-конференции глава городадминистрации Александр Авдеев. 18 лотов было разыграно на право осуществления пассажирских перевозок в Обнинске, и лишь пять из них были удачными. Маршруты номер 6, 9, 15, 16 и 4 уже разыграны на предстоящие пять лет. Однако без казусов этот нашумевший аукцион тоже не обошелся. В первом лоте, это номер маршрута 2, конкурировали две организации – Обнинск Трансавто и Авторегион Плюс. Победителем аукциона стал Обнинск Трансавто. Цена аукциона, которая сложилась, 26 миллионов. Платить деньги победитель изначально не собирался. Цена была завышена лишь для того, чтобы никто не занял маршрут. Ведь по условиям аукциона, если победителя нет, перевозки осуществляет тот, кто делал это ранее. А этим кем-то на маршруте номер 2 как раз и был Обнинск Трансавто. Кипели страсти по поводу маршрута номер 3. Там свое право отстаивал тот, кто сейчас обслуживает этот маршрут, и еще одна компания. Выиграла последний и даже подписала договор. Если в первом случае Обнинск Трансавто дотраговался того, чтобы оставить маршрут за собой, то здесь вышла компания, которая перебила цену, но не смогла выполнить условия аукциона. Она снимается с аукциона, будет осуществлять перевозки тот, кто и раньше делал их, то есть предприниматель Новиков. А та компания теряет, вот компания автосеть теряет 300 тысяч рублей. В общем, на маршруте номер 3 тоже все без изменений. Зато в администрации эти изменения почувствовали. По закону за такие игры предприниматели не могут быть внесены в список недобросовестных. Наказывать их можно только деньгами. Залоговая сумма автоматически попадает в городской бюджет. Куда деть деньги уже решили. За счет маршрутчика в городе заменят несколько остановок. И чтобы неповадно было впредь, будут опять наказывать материально. Следующая стартовая цена, допустим, залоговая цена, будет уже не 300 тысяч, а 500 тысяч или миллион. Немало споров вызвало само слово. Аукцион несогласные маршрутчики весной даже выходили на пикет. Но всех примирила законодательная норма, вступившая в силу в начале лета. И второе, мы уйдем от открытого аукциона к конкурсу с закрытыми заявками. Для того, чтобы устранить вот этот момент, когда люди просто начинают срывать аукцион, поднимая лото, да, то есть, а кто больше, миллион, два, три, пять, двадцать пять, сорок пять, шестьдесят. И это уходит вот совсем уже в комедию превращается. В следующий раз право на осуществление пассажироперевозок в Обнинске разыграют уже осенью. Однако тот фарс, который был на прошедшем аукционе, лучше всего показал, что те, кто возит обнинчан, не настолько бедны, как они об этом рассказывают. Ведь если один раз в три месяца перевозчик готов терять по 300 тысяч, чтобы остаться на маршруте, значит оно того стоит. Евгения Власек, Максим Сечко, телекомпания Обнинск ТВ. Сегодня в России отмечается День семьи, любви и супружеской верности. Чиновники, работники культуры запланировали целый ряд различных мероприятий. В Обнинске, например, они пройдут в городском парке и в Доме ученых. Но, может быть, самое главное придумали работники ЗАГСа в Калужской, соседней Тульской и некоторых других областях России. Они 8 июля отказали тем парам, которые хотят развестись в этот день. Хотя такая мера вряд ли поможет исправить нерадостную статистику. По данным Калугостата, в этом году в регионе на каждую сотню свадеб приходится 81 развод. Правда, в прошлом году было еще хуже. 90% браков заканчивались расторжением отношений. Институт прочной большой семьи заметно теряет свои позиции в обществе. Как показали результаты исследований, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения, сейчас лишь один из десяти россиян настаивает на том, что брак следует сохранить любой ценой, а развод абсолютно недопустим. При этом самой популярной причиной для развода россияне называют бедность, отсутствие работы и невозможность прокормить семью. Следом – измена одного из супругов. Третье по популярности – неумение идти на компромиссы. Препятствием для развода служат чаще всего дети и невозможность разделить их между родителями. Так считает треть респондентов. 26% в качестве препятствий для развода называют материальную зависимость одного из супругов. Еще столько же – сложности с разделом имущества. 28% опрошенных сказали, что непреодолимых препятствий разводу просто нет. Еще одним вопросом исследования был, кому лучше оставлять детей после развода – матери или отцу. 43% считают, что ответ на него зависит от конкретных людей. 38% – что матери воспитывают детей лучше, чем отцы. И только 13% россиян уверены – ни мать, ни отец не могут в одиночку хорошо воспитать ребенка. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Следите за новостями вместе с нами. До свидания. До встречи завтра.